Аркам ТВ представляет. Ничто не вечно. Я очень рад впервые присутствовать в этой мечети в штате Юта. Я молюсь за вашу общину. Мне точно известно, что этот город принял множество беженцев с разных концов света, людей, которые были вынуждены покинуть свою родину и начинать все с нуля. Поэтому я хотел бы сперва сделать за них дуа, и особенно попросить Аллаха о том, чтобы Он облегчил им это испытание и защитил их как в мирских делах, так и в делах религии, чтобы Он помог им и их детям сохранить веру и дал им возможность жить полноценной жизнью. Сегодня я хотел бы поделиться с вами размышлениями над 45-м аятом из суры Аль-Кахф. И если у нас останется время, возможно, мы кратко обсудим и 46-й аят. В этом аяте Всевышний Аллах приводит нам один из множества примеров, чтобы помочь нам понять суть жизни. Каждый из нас проходит свой путь, и наши с вами пути очень отличаются друг от друга. Ваш опыт, ваши трудности и проблемы, ваши тревоги и беспокойства, которые возникают в вашей жизни, уникальны. Они отличаются даже от проблем ваших детей. Бремя мужа отличается от бремени жены. Каждому человеку были даны свои трудности и свои навязчивые мысли. Конечно, каждый день мы чем-то заняты. Мы ходим на работу, попадаем в пробки, ходим за продуктами. Мы живем и функционируем в этом мире, но есть и другой мир, который существует в наших головах. Он полон беспокойства о будущем, сожаления о прошлом и тревоги из-за неопределенности. Все это постоянно крутится у нас в голове. Внешне это незаметно, но внутри бушует шторм. Часто Аллах, описывая путь, который проходит каждый из нас, приводит нам пример, над которым нам нужно задуматься. Он в нескольких словах описывает нам картину и просит каждого из нас поразмышлять над ней. И чем больше мы будем размышлять, тем больше пользы каждый из нас извлечет для своей жизни. В коранических притчах и назиданиях удивительно то, что в одном аяте Аллах говорит «Так Аллах приводит людям притчи». Значит, только Аллах может приводить людям притчи в том виде, в котором Он их приводит. Вы можете подумать, что этот пример подойдет мне, но не подойдет вам, так как ваше положение отличается от моего. Но сила и чудо слов Аллаха заключается в том, что, размышляя, каждый человек может найти, над чем задуматься конкретно в своей ситуации, понятной только ему. Я надеюсь, что именно это нам с вами удастся сегодня сделать, размышляя над этими прекрасными словами Аллаха, в которых содержится еще один невероятный взгляд на саму жизнь, на эти короткие моменты, которые пройдут слишком быстро. Аллах говорит «Приведи им притчу о мирской жизни». Очень часто слова «Аль-Хаяту-Дунья» переводят как «мирская жизнь». Но на самом деле слово «Дунья» – это женская форма слова «одна», которая означает «низший». То есть, эта жизнь описывается словом «нижайшая». Так Аллах указывает нам на то, что в жизни есть более высокие этапы, и мы с вами сейчас находимся на самом низком из них. В будущем нас ждет нечто лучшее. Так что в этом мы находим для себя оптимизм. Какой бы трудной ни была жизнь, она будет все лучше и лучше. Вот что это означает, особенно для верующего. Некоторые могут сказать, «Но что насчет адского огня? Что насчет наказания от Аллаха?» Но вообще-то Аллах даже не считает это жизнью. Он говорит, «Не умрет он там и не будет жить». Это даже не считается жизнью. А о будущей жизни, жизни в раю после судного дня, Аллах говорит, «Последняя обитель – это настоящая жизнь, если бы они только знали это». Таким образом, эта жизнь – это всего лишь предисловие к тому, что нас ждет дальше. Давайте кратко поговорим об этом. Аллах описывает в Коране рай так, как его не описывает ни одна религия. Поскольку я здесь, то я взял на себя смелость посетить мормонскую библиотеку и побеседовать с некоторыми из старших об их убеждениях. Я обычно стараюсь понять точку зрения других людей и узнать, что они думают о вере. В Коране уникально то, что нигде больше нельзя найти настолько точного описания рая. Обычно можно встретить общие понятия, такие как сад или сад Эдема. Аллах рассказывает нам о фруктах, о мясе птиц, о различных напитках, которые будут разносить отроки, прислуживающие обитателям рая, пока те будут сидеть и разговаривать о том, какой трудной была их мирская жизнь, верующих ждет воссоединение в раю. В Коране очень много ярких и живописных описаний рая. Но вы обнаружите, что многие из них очень легко представить. Друзья проводят время вместе, люди наслаждаются напитками, официанты подносят им напитки, вокруг них прекрасные деревья, водопады, подушки, ковры. Все это есть в мирской жизни. И есть причина, почему рай был так описан. Несмотря на то, что наш пророк, салли Аллаху алейхи вассалям, сказал, «Ма ла айн раат, в ла узнун сами'ат, в ла хатара аля калби башар». Для верующих в раю будет то, чего не видели глаза и о чем не слышало ухо. Если прочитать описание рая в Коране, то кажется, что все это очень легко представить. Пальмы, прекрасные замки, супруги и так далее. Почему? Потому что этот мир сделан как бы предварительным просмотром того, что нас ждет в будущем. Он должен дать нам некоторое представление о будущей жизни. Мусульмане видят эту жизнь совсем иначе, чем представители других конфессий. Во многих других религиях мирская жизнь считается проклятием. И что мы были посланы сюда в качестве наказания. Но в Коране не сказано, что мы были посланы на землю в наказание. Мы наделили вас властью на земле и определили для вас средства к существованию. Как же мала ваша благодарность. Нельзя посадить человека в тюрьму и требовать от него благодарности. Можно поселить его в прекрасном месте и показать ему красоту этого мира, чтобы он захотел быть благодарным. Вот о чем Аллах говорит в суре Ар-Рахман. Он говорит нам, чтобы мы посмотрели на все, что он создал для нас. На злаки, на благоухающие травы. И какую же из милости вашего Господа вы считаете ложью? Аллах, Свят Он и Велик, действительно создал этот мир прекрасным. Вам очень повезло жить в штате Юта. Вас окружают прекрасные горы. У вас есть возможность насладиться красотой творения Аллаха, пока вы стоите в пробке. Я из Далласа. Там не на что смотреть. Тем не менее, давайте вернемся к этому аяту. Аллах говорит, приведи им притчу о нижайшей жизни. Все, что вы испытываете в этой жизни, это минимум. Каждая радость в вашей жизни минимальная. Например, радость от рождения ребенка, радость от женитьбы, радость от вида красивого водопада, прекрасного неба или вкусной еды. Все это самый низкий уровень радости, и у нее есть намного более высокие степени. Только представьте себе, для нас счастье – это еда из любимого заведения. Отдых в месте, куда вы давно хотите поехать. Новая машина или дом в районе, который вам нравится. Мы ассоциируем счастье с этими вещами, но все это – абсолютный минимум. Это и есть милость Аллаха. Мирская жизнь подобна воде, которую мы ниспосылаем с неба. Все, что может расти из почвы, называется набат. Трава, деревья, фрукты, цветы и так далее. Набат – это все растения на земле. И так вода смешивается с ними. И когда с неба льет дождь, земля зеленеет, на ней начинают расти цветы, трава, деревья и так далее. Логично предположить, что дальше Аллах будет говорить, какой прекрасной и разноцветной становится земля. В других аятах Он так и говорит, но здесь Аллах сказал. Зимные растения смешиваются с ней, а потом превращаются в гашим. Слово «гашим» в арабском языке обозначает нечто сухое, высушенное, что может легко сломаться, если на него наступить. По сути, Аллах описывает сухие листья и ветки, которые падают с деревьев или высохшую траву, которая хрустит у вас под ногами. Это ничего не стоит. Ветер рассеивает их, и они становятся пылью, которая потом вызывает у вас аллергию. Все это появляется из-за грязи и рассыпавшихся листьев, которые окружают нас. Аллах описывает нам эту жизнь. Она начинается с воды, неспосланной с неба, и в конце концов превращается в сухие листья, которые люди топчут, даже не задумываясь об этом. Вы бы ни за что не наступили на свой новый телефон. Но вы даже не задумываетесь, прежде чем наступить на камешек или на сухой лист. Если бы купюры летали на ветру, у вас бы случился сердечный приступ, но на листья вы даже не обращаете внимания. Они ведь ничего не стоят. Поэтому то, что сдувает ветер, в Коране считается бесполезным. Оно описывается словом «габа» — это развеянный прах. Все, что может сдуть ветер, является невесомым и бесполезным. И одно из самых страшных описаний судного дня гласит, что деяния некоторых людей будут развеяны как прах. «Да упасет нас Аллах от того, чтобы наши деяния превратились в рассеянную пыль в судный день». Давайте вернемся к этой удивительной притче. Какую пользу она может мне принести, кроме того, что Аллах дарует нам жизнь, а потом мы умираем? Растение вырастает, а затем умирает. Отлично. Что дальше? Нужно углубиться в размышления над этим аятом, особенно над его концом. «Воистину, Аллах способен на всякую вещь». В Коране есть несколько слов, которые обозначают власть и способность. «Кадир», «Кадир», а в этом случае «Муктадир». Это слово имеет гиперболизированный смысл. Оно означает абсолютный контроль над всем сущим. А теперь вернемся назад. Аллах хочет, чтобы я в первую очередь задумался о том, что Он не спосылает с неба воду, которая смешивается с землей. То есть, я должен обратить внимание на то, что происходит с небом и землей. Каждый фрукт, каждый кусок мяса, который мы едим, каждое растение, которое мы видим, все это появилось по причине воды, не спосланной с неба. Все, что не спосылается с неба, всегда является либо пропитанием от Аллаха, либо приказом, либо руководством. Все, что Аллах дарует нам, не спосылается с неба. Ангелы не сходят с небес, с какой-то целью. Ангелы, которые находятся на земле, поднимаются в небо, чтобы отчитаться. Множество ангелов спускается на землю в ночь предопределения и так далее. Чтобы Аллах не ниспослал с неба, у всего есть какая-то цель. Что это означает для верующего? Это означает, что внутри каждого листочка есть приказа Аллаха. Внутри каждого апельсина есть вода, не спосланная с неба, по приказу Аллаха. И ничего не ниспосылается с неба без причины. Все обретает смысл. Все, что я вижу вокруг, связано с приказом Аллаха. Это полностью меняет мой взгляд на жизнь. Я по-другому смотрю на птиц, на еду, на растения. Внутри них вода, не спосланная с неба, а вода, не спосланная с неба, на самом деле является приказом Аллаха. Интересно, что в Коране вода с неба сравнивается с откровением. Например, в суре Аль-Хадид Аллах говорит о людях, которые потеряли связь с откровением и их сердца ожесточились. А в следующем аяте он говорит «И'ламу, анна Аллаха юхи л-арда ба'да маутиха». Знаете, что Аллах оживляет землю после ее смерти. Ваше сердце можно оживить с помощью слова Аллаха, подобно тому, как трава оживает после дождя. Давайте вернемся к вопросу о том, как все это связано с нами. У каждого из нас свои проблемы, свои жизненные трудности. Каждый из вас сейчас подумал о ком-то, с кем связаны эти трудности. Но если серьезно, то через что бы мы ни проходили, что бы мы ни испытывали в этой жизни, в первую очередь мы должны понять, что ничего из этого не происходило бы, если бы на это не было приказа Аллаха. Все это происходит по какой-то причине. Аль-Куртуби писал о том, почему Аллах обращает наше внимание на воду. Потому что вода не стоит на месте. Она смешивается с другими вещами. Она постоянно двигается и меняется. Если оставить ее без движения, она испортится. Аллах создал эту жизнь, постоянно меняющейся. Тот, кто был вынужден покинуть свой дом и переехать, теперь постоянно думает о том, что он скучает по дому, по старой работе. Почему он не может вернуться? Почему ему пришлось переехать? Почему ему пришлось... Почему ему пришлось так многое поменять, если он так ненавидит изменения? Этот человек должен понять, что Аллах наполнил жизнь переменами. Ничего не может остаться прежним. Посмотрите на фрукт. Он постепенно теряет воду, высыхает и в конце концов погибает. Поэтому все хорошее, что у нас есть в жизни, временно. Но все плохое тоже временно. И все это является приказом Аллаха. Но если все это временно, то что же тогда вечно? И плохое, и хорошее в конце концов пройдет. То, что сегодня кажется тебе огромной проблемой, завтра покажется тебе мелочью, так как у тебя будут новые и более серьезные проблемы. Люди забывают, что все пропитание начинается с воды. В первой части аята Аллах упомянул воду, а во второй части нечто сухое, лишенное влаги. Между этим зелень. Это все хорошее, что случается в жизни. Это взлеты и падения. Это изменения, происходящие в жизни. Со всем этим будет легче справляться, если мы вернемся назад и осознаем, что мы сами когда-то были каплями воды, и в конце концов исчезнем в земле. Это начало и конец. Все, что мы переживаем, это небольшой промежуток времени между этими событиями, и он пройдет ничего не вечно. Некоторые люди постоянно думают о том, что с ними случилось. Они каждый день прокручивают это у себя в голове. Каждый день грустят об этом и напоминают об этом другим. Они застряли в этом круге. Аллах создал эту жизнь другой. Никто не отрицает, что ты пережил что-то страшное. Но пришло время жить сегодняшним днем, а не вчерашним. Ты должен двигаться, иначе ты погибнешь. Ничего нельзя оставить таким, как есть. Как бы сильно ты не хотел сохранить цветок, в конце концов он завянет. Но, что удивительно, когда один цветок погибает, расцветает другой. Такова природа творения Аллаха. Когда у тебя возникает проблема, или ты что-то теряешь, Аллах заменяет это другим. На смену чему-то хорошему приходит нечто лучшее. Такой Аллах создал эту жизнь. Смешивание воды с растениями рисует перед нами еще одну картину. Представьте, как переплетаются между собой листья и травинки. Подобно этому между собой переплетаются и наши жизни. Ты зацикливаешься на мелких повседневных делах и думаешь о них так много, что они становятся для тебя важными. О, Боже, я должен был купить новые туфли, чтобы пойти на свадьбу. Если я не куплю новые туфли, то люди подумают, что я не могу их себе позволить. И теперь ты весь день думаешь о каких-то глупых туфлях. В жизни есть дела намного важнее твоих туфель. Это всего лишь листья на дереве, которые опадут, и на их месте появятся другие. Жизнь продолжается. Это мелочи, от которых Аллах отвлек мое внимание. Он показывает мне, что в жизни есть нечто намного большее. Сегодня я завершу хутбу этими словами. Так что же останется? Вы можете подумать, что должно быть Но Аллах говорит, праведные дела, даже самые маленькие, это то, что будет продолжаться. Поэтому не важно, будет наша жизнь легкой или тяжелой. Если мы каждый день будем стараться совершать благие дела не для себя, а ради Аллаха, то мы проживем жизнь, наполненную смыслом. Вода не служит сама себе, она приносит пользу всем вокруг. Поэтому, если в наших сердцах будет руководство от Аллаха, то мы не будем служить своим эмоциям, а будем приносить пользу другим творениям. Подписывайтесь на наш канал и нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые лекции. Поделитесь этим видео и помогите в распространении благого. Аркам ТВ. Развивайтесь вместе с нами.